Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Решил я записать подкаст на 5000 подписчиков. Конечно, на данный момент у меня их не 5000, а 4996. Если, конечно, смотреть здесь, то их у меня уже здесь... Ого! Уже 4968. То есть уже два подписчика подписались. Но не важно. Так, кто-то мне вконтакте пишет. Не отвлекайтесь, это мне пишут, не вам. Так вот. Что я хочу сказать. Да, я вырос очень быстро, вы меня очень порадовали вообще. Вот просто я очень рад и очень счастлив, что набрал столько подписчиков. Спасибо вам, что вы подписывали. Спасибо, что вы рассказывали своим друзьям, ставили лайки. Спасибо, что поддерживали меня в комментариях. Я очень рад. Так, ладно, а теперь перейдем к важным вопросам. Почему я выпускал так мало видео в течение зимы? Я вам отвечу. Понимаете, у меня помимо учебы, еще идет автошкола. И еще помимо автошколы, у меня вождение. То есть, понимаете, у меня весь день впритык. У меня я вообще не успеваю. Поэтому я как-то стараюсь вам делать видеоролики. Уделял время в выходные. Сами понимаете, то, что вот на такие ролики реально уходит много времени. Вот на такой монтаж. Монтаж действительно не очень легкий. Достаточно тяжелый. И времени на них уходит очень много. Так, что я могу вам еще сказать. Как я набрал столько подписчиков. Скажу вам честно, это лютый рандом. Третье видео по счету Жигуля Ремикс называется. Когда пытаешься спеть песню Жигуля Ремикс. Вот на этом видео я действительно вырос. Вот это видео меня реально смотивировало. Благодаря этому видео я стал делать видео для вас, подписчики. А как все это начиналось? Я вам скажу. 14 мая мне пришла идея замутить вот этот ролик. Я его сделал, смонтировал, выпустил на ютуб. И просыпаюсь вот такой, значит, на следующее утро. Смотрю. Нифига себе, две тысячи просмотров. Там что-то 10 комментариев. Много лайков. Я говорю, нифига себе. У меня никогда такой активности еще на канале не было. И уже потом, спустя месяц, у меня набралось 100 тысяч просмотров. Я вообще был в шоке. Понимаете, как меня это смотивировало? И я решил выпустить следующий ролик. Вот который четвертый по счету. Когда пытаешься спеть песню Пушер Ер. Который... Пушер Ех, то есть. Ех, да. Решил выпустить этот видеоролик. Все. Этот тоже у меня набрал много просмотров. Конечно, он до сотки не дошел, к сожалению. Но все равно это даже нормально так. После этих видеороликов подписчики у меня реально стали очень быстро расти. И у меня появилась такая цель. Стать популярным на ютубе. И я стал развиваться, развиваться. Я хотел найти свою фишку на своем канале. Хотел, чтобы мой канал отличался от всех. И стал пилить вот такие видеоролики. Теперь перейдем к моим вопросам для вас. Как вам такая идея, если я начну снимать видеопрохождение различных игр? Думаю, вас это не обидит или обидит. Просто я хочу знать, хочу удостовериться. Будет ли это для вас нормально или нет? Вдруг вам не понравится или понравится. Вот как вам такая идея, если я начну делать для вас видеопрохождение в скором времени? И еще летом у меня есть планы, может быть, я начну делать видеовлоги. То есть буду делать очень качественные видеоролики, снимать на гоупро и выкладывать на ютуб. Не даю, конечно, стопроцентную гарантию, что я буду делать такие видеоролики, но, вероятно, буду делать их. Может быть, начну. Понимаете, просто у меня времени реально очень мало сейчас делать вот такие ролики, я очень много времени трачу на них. Они действительно очень сложные. Я успеваю их делать только по выходным, раз в неделю, потому что я в субботу тоже учусь. Времени реально не хватает. Ну, а теперь хочу поблагодарить вас. Спасибо, что вы смотрели мои видеоролики. Спасибо, что подписывались, конечно же, рассказывали своим друзьям, ставили лайки, поддерживали меня в комментариях. Меня это очень сильно мотивирует. И я хочу делать видеоролики дальше. Дальше. Больше. Лучше. Стараться для вас. Не знаю, будет ли мой канал популярен. Буду ли я дальше расти. Не знаю, но все зависит от вас, подписчики. Если вы будете меня поддерживать, если вы будете рассказывать своим друзьям. Это все зависит от вас. Ну, не знаю, что вам еще рассказать. Что означает вот этот логотип? Ну, я думаю, всем понятно, что он означает. В сокращении в то есть, то есть, буква В и буква Т я их склеил, получился вот такой логотип. И захотелось мне почему-то оранжевый с серым. Ну, таким слегка серым. Мне понравился просто такой цвет. Видеороликов, конечно, я выпустил немного. За год. Ну, даже чуть меньше года. Это не очень много видеороликов, но все же буду стараться делать их чаще. Ну, в общем, пишите в комментариях, как вам такая идея насчет видеопрохождений. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям о моем канале. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok